С начала года в Адыге зарегистрированы новые факты телефонного мошенничества. Заломощники используют традиционные схемы обмана, и им удается обмануть граждан и похитить у них сбережения. На днях денежных средств лишилась 39-летняя жительница Красногвардейского района. Поддавшись уговорам незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов, женщина перевела на указанные им номера 300 тысяч рублей. Именно такую сумму запросил злоумышленник за решение проблем с законом у ее сына. МВД при республике Адыгеев вновь призывает граждан не терять бдительность и не соглашаться на подозрительное предложение. О таких фактах следует незамедлительно сообщать ближайшую отдел полиции. В Адыгеев завершилась акция «Студенческий десант». В рамках ее проведения студентов вузов прошли стажировку в различных подразделениях полиции. Все подробности в материале Вадима Агаркова. Одна из экскурсий была организована в Центр кинологической службы Республиканского МВД. Гостей из колледжа Адыгейского государственного университета встречал начальник подразделения капитан полиции Владислав Прокофьев. Он ознакомил ребят с основными направлениями деятельности службы и задачами, которые ставятся руководством ведомства перед личным составом центра и его питомцами. Одним из самых зрелищных элементов стала демонстрация процесса задержания преступника. С этой задачей бельгийская овчарка справилась отлично. Сейчас на ваших глазах участники всероссийской акции «Студенческий десант» пробуют себя в качестве специалистов-кинологов. Элементы основного курса дрессировки в служебной собаке являются одним из важнейших этапов подготовки животного к местению службы. От того, насколько правильно он будет изучен, зависит главное в работе полиции – оперативность. Для того, чтобы действительно понять, как работает животное, специалисты продемонстрировали различные виды имитаторов закладок. Юноши и девушки также увидели специальную обувь для собак, ошейники с датчиками позиционирования и новейшие электронные устройства. Это то, что мы используем для подготовки собак. То есть это прибор контроля, мы можем контролировать собаку, излишнюю агрессию, либо наоборот подсказывать ее звуковым сигналом. Организаторы уверены, что подобного рода акции – одна из возможностей для студентов понять систему органов внутренних дел, а также узнать об отдельных службах и подразделениях ведомства. Вадим Огарков, Вячеслав Коробков, программа «Вести», дежурная часть. Сотрудники полиции приняли участие в ежегодной акции по добровольной сдаче крови. Таким образом, стражи правопорядка помогли тяжелобольным людям не только словами поддержки, но и жизненно важным делом. Как отмечают медики и полицейские, в качестве доноров ценятся особенно, поскольку больше уделяют должное внимание своему здоровью и физической подготовке. Традиционно они частые посетители пунктов переливания крови. Среди них есть и те, кто сдавал свою кровь более десятка раз, а также обладает редкой группой. Участие сотрудников МВД по республике Адыгея в данной акции вносит свой вклад не только в виде запасов крови и ее компонентов для нуждающихся в них жителей Адыгея, но и формирование положительного образа сотрудников МВД по республике Адыгея. Каждый день полицейские сталкиваются с чужой болью и горем, видят пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и несчастных случаях. Спасти таких людей нередко помогает только донорская кровь, поэтому такая практика в МВД по Адыгея будет продолжена.